Я включаю запись у себя на своей стороне, и да, здравствуйте, дорогие друзья, мы уже тут между собой поздоровались, но официально я вас всех приветствую на, не на этом канале, как я обычно приветствую своих людей. Как говорится, тоже воспользовался ситуацией со всей вот этой вирусной билибердой и с запретами на путешествия, и замутил свой YouTube-канал, потом продал эту идею на канал своей конторы, и вот теперь каждый вторник лайвстримлю, так сказать, все вопросы, покавки, но на английском языке, но на английском языке. Но сегодня, но сегодня будет на русском языке. Такой, такой реплей моего доклада, который делал на прошлой неделе на Спрингбане, поэтому не обращайте внимания на всякие там хэштеги и все такое. Обычно, как говорят профессиональные спикеры и профессиональные докладчики, надо знать как бы свою аудиторию, да, нужно знать, перед какой аудиторией ты разговариваешь, чтобы лучше подготовиться, чтобы сделать материал, который будет релевантен этой аудитории. И зачастую, когда я выступаю перед аудиторией, которая вот русскоязычная, уже там где-то в России, то обычно интересуют вопросы этого хардкора, да, перформанса и прочих вещей. И зачастую такие, вот, например, вот у Гриши будет классный доклад, потому что там он уже немножко туда в хардкоры, в оперейшнс и все такое. Я все-таки больше по разработчикам, поэтому я люблю разговаривать про всякие там программистские штуки. Я могу, я делал много докладов и по оперейшнс, которые связаны с Кавкой, вот последний, кстати, получилось достаточно, ну я же не знал, что это последний митап. Это был мой последний митап в Москве, как раз мы делали в Авито с ребятами из Авито, мы делали как раз митап, я приезжал, разговаривали много про кубернетис и про всякие вот такие оперейшн штуки, то есть совершенно не было разработки. И, ну там можно, это, кстати, доступно на YouTube, можно пойти, кстати, на мой канал, можно пойти на мой канал и найти там плейлисты, где все эти доклады есть. К чему я это все? К чему это словесная, так сказать, игра? Я сделал доклад, он такой немножечко концептуальный и позволит немножечко объяснить паттерн использования Кавки для как бы интеграционного взаимодействия между нейтральными системами. Все знают, все слышали, наверное, про микросервисы, да, и, наверное, уже у всех это прибивило какую-то оскобину. И как интегрироваться вот с этими микросервисами и все такое. Естественно, я буду говорить это все с точки зрения человека, который, как мне обычно говорят, Блин, я забыл, мне нужно было надеть мою фирменную фирменную футболку, которую мне тут в чате сделали. Подождите одну секунду, и я приду. Сейчас, будет клево, я обещаю. Сейчас. И мы сделаем вот так. Ну, мы же знаем, что все эти стримы это такой second screen experience, поэтому люди всегда досмотрят потом в офлайне. Мы наберем наши просмотры, собственно, просмотры на ютюбе, да? Мы же стримеры наши, все. Вот, я забыл уже, блин, был классный этот самый. Классная футболка, да. Я вам-то продаю тут эту самую кавку, поэтому вот я должен ее продать за много нефти, поэтому вот будет вот так. Значит, и чтобы продать ее за много нефти, нам помогают различные фреймворки. И вот я делал доклад для спринг-бона, на котором я, собственно, рассказывал людям, которые, может быть, далеки от кавки, или там далеки от вообще вот этих всех инфраструктурных, вообще, как это делать там на спринге. Ну, или у них есть какие-то идеи, и вот эти идеи я должен был им немножко расширить. Поэтому я сделал такой докладик, который, как бы, написано, что, как бы, для спринга-разработчика, но это не принципиально. Там есть определенные нюансы, связанные с тем, как это сделано на кавке, как это сделано в спринге, и вот со всякими сопутствующими фреймворками, которые присутствуют в спринге. Но это не принципиально. Я там поделюсь ссылочкой, где можно будет потом посмотреть там полный воршоп, и все это все дело, как все это дело, синтегрировано. Этот слайд я пропускаю, я надеюсь, уже все прочитали анонс. И если вы не знаете, кто я такой, неважно, забейте. Если вы здесь, вы знаете. Если вы не здесь, то вам все равно, и уже это даже неважно. Значит, во, отлично, тут ты запостил там трансляцию. Отвидишь живьем, сколько народу смотрит? Отлично, это идеальное количество людей. На мой взгляд, по опыту стримов и все такое. Ладно, давайте поедем. Значит, все начинается с маленького, да? Все начинается с такой маленькой хорошей идеи. Мы начинаем писать нашу системку с какого-то одного там модулька, одного классика. Потом один классик возрастает в пару классиков. У нас один джарничек такой становится. Какой-то решает определенную проблему. Смысл микросервисов, да? Что они решают, один сервис решает какую-то определенную задачу, да? Ну или даже не микросервисы. Просто любую систему. Вот мы начинаем, вот начинаем ее писать. Даже забудем про микросервисы. Написали сервлетик один, да? Задеплойнули его на наш сервер, все хорошо. Там получили Hello World и поехали дальше как бы накидывать туда внутрь. Потихоньку мы там накидываем кусочки фреймворков, потихоньку мы приносим какие-то библиотеки, которые используются в нашей конторе. Кто-то написал их когда-то, мы их тоже заносим. Там нужно будет синтегрироваться с третьим человеком, с третьей организацией, с третьим каким-то там отделом. Мы тоже это придумываем. Потом пришел еще один какой-то бизнес-аналитик, сказал, тут нужно немножечко поднакрутить, добавить еще какую-то функциональность и все такое. И поэтому все становится таким дремучим лесом, все обрастает этими большими модуляками, обрастает все большими запросами. И все становится темно, становится печально. Можно находить куски мертвого кода где-то потихоньку. Можно даже где-то спрятать свой, где-то там говнокод спрятан и ничего страшного, все это живет. Когда приходит там новый человек, архитектор обязательно рассказывает про новую систему, он очень горд, как она работает. И в общем все это весело и хорошо. Но с этим надо что-то делать, да? С этим надо что-то делать и, как известно, у нас как рефакторинг наше все. Рефакторить мы будем жестко, рефакторить мы будем все в микросервисы. В принципе, почему микросервисы? Давайте как раз вот немножечко окунемся в эту вот нашу историю. Изначально, когда мы все это задумывали, даже изначально, когда мы начинали писать какие-то системы, если она более-менее какое-то время присутствует в инфраструктуре компании, все достаточно просто. Мы когда, не знаю, я начал писать свои программулинки в таком интерпрайз-стиле где-то в 2000, наверное, не знаю, в 2008, наверное, как только я начал работать в аспирантуре, и мы делали проекты для РЖД и все такое. Я учился и работал в МИТИ, и мы делали всякие там системы на основе веб-сферы и все такое. Все было достаточно просто. Все было достаточно просто, есть база данных, мы там разработали модель, и все начиналось с базы данных. Мы разработали модель, долго разрабатываем модель обычно, чтобы все возможные нюансы уточнить. После этого база данных у нас готова, мы должны взять сюда какую-нибудь бизнес-логику приложить. Обычно это такие тупые инсерты какие-нибудь, да, может быть, немножечко даже какой-нибудь хайбернейт, да, чтобы было немножечко проще со всем этим работать. Ну и накидали каких-нибудь GSP-шек, GSM-фов. У нас был еще в свое время адепт ADF. Напишите в комментариях, напишите в чате. Напишите в чате, напишите в комментариях, если вы знаете, что это такое. Бог вас упаси. Поэтому, ну, и вот так и деплоились. В итоге, как мы это все деплоили? Мы вот такой варник собирали и прям отправляли, пускай они там раскрутят, базу данных раскрутить и все такое. Значит, это вот такие нормальные, правда, и это нормально, да? То есть это нормально, когда мы разрабатываем такую систему, потому что зачастую так проще. Но в дальнейшем, когда все это дело обрастает, у нас начинается проблема в том, что вот, я помню, я там базу данных сказал, вот эту модель, которую мы разработали, эти вещи очень тяжело помещать в голову одного человека. Обычно там проектная команда, могут быть несколько людей, и там вот тяжело понять вообще вот этот контекст, вот этот модуль, кто там разрабатывал, там Петя, там Коля. И это тяжело понять, что менять, когда приходят вот эти изменения, то есть запросы на изменения. Приходит там заказчик и говорит, слушайте, ну надо менять. И вот мы начинаем изучать. И одним из вот таких интересных моментов, когда вот мы начинаем опять возвращаться к этой модульной структуре, какие-то фреймворки выделять, это на самом деле не само разбиение. Вот процесс разбиения не так сложен. Мы это достаточно хорошо знаем, и в Java самое главное, что это более-менее каким-то образом стандартизировано. Ну, более-менее, я потому что говорю, что все равно там есть дебаты. В те времена, например, когда вот я рассказывал про свои эти древние времена, у нас не было вещей таких, как там Java модули, да, но были там, OSJai уже были, да, в каком-то виде. То есть можно было придумать какие-то всякие взаимодействия. Плюс это если вот мы все в контексте одного приложения, плагины и все такое, но как только мы, например, начинаем вот этот вот большой рефактор для микросервисов, чтобы все это каким-то образом разносить, проблема переинтеграции, взаимодействия обратно, принести все это назад и каким-то образом взаимодействовать. Например, мы взаимодействуем, наша система, мы разрабатывали систему для дистанционного обучения, и она там, например, должна интегрироваться с какой-то HR-системой, то есть должна быть там подтягивать информацию о юзерах из HR-системы. Ну, на самом деле, я вот так вот, где тут моя картинка, я вот так делаю там AirQuotes, на самом деле, AirQuotes, да, потому что на самом деле не HR-система была, в те времена был просто LDAP, нам было достаточно просто из LDAP вытягивать, но это неправильно, вы должны понимать, да, то есть системы должны взаимодействовать через какой-то интерфейс, не просто типа вот подключитесь, и вот я сейчас как раз об этом поговорю, почему это неправильно? Вот одна из таких паттернов взаимодействия систем, которые я вам сейчас расскажу, как раз относятся именно к баз данным взаимодействиям. Значит, теперь мы поговорим о способах, как это все синтегрироваться, да, то есть можем сказать, что нет, ну, здесь как бы английское игра слов, there are no good ways, то есть означает, что нет хороших способов взаимодействия, на самом деле есть, но они не очень хорошие. Самый простой способ, который может прийти в голову, если, например, мы там деплоимся на какую-то одну машину, одна большая машина, да, мы можем через файловую систему обмениваться. Хорошая эта идея? Что у нас тут, народ как-то активничает, где-то есть комментарии? Пишите нам в комментарии или думайте, кто-нибудь интегрировал вашу систему через файловую систему? Ну, мы сейчас посмотрим, да. Так, пока молчат. Ну, в общем, мы понимаем, да, то есть там, это вот, как на самом деле, этот слайд добавлен на ради мемасика. Зачастую интеграция происходит у нас вот через вот эту вот замечательную штуку, вот она здесь тоже изображена, это кислота, которая вытекает, вот эта вся токсичность, которая вытекает из наших баз данных. Вот это вот здесь вот, вот здесь вот, токсичность. Вы понимаете, да, то есть как бы токсичность, acid, кислота, ну, вот это, про что это, игра слов. Напишите в комментариях, если вы поняли. Поняли, поняли игру слов. Значит, на самом деле, мы много делали через базу данных в свое время. Что нам говорят эксперты? Что нам говорят эксперты по интеграции микросервисов через базу данных? У нас уже есть база данных, по сути дела, да, то есть у нас база данных всегда была вот этим ключевым моментом, поэтому я и начал рассказывать о том, что когда у нас появилась вот эта задача, мы призвали специалистов по базе данных, которые начали нам проектировать дата-модель, потому что все крутилось вокруг вот этой базы данных, все крутилось вокруг дата-модели. Понятно? И мы знаем, как это использовать. У нас есть как бы эксперты, у нас там, что там, Oracle, что там у нас, MySQL, Postgres, вот это все. Проблема заключается в том, что база данных – это такая штука, которая позволяет нам делать очень многие вещи, но она не дает нам за пределами нашей модели, она не позволяет нам каким-то образом достаточно быстро и легко расширяться. То есть, если у нас база данных стоит в краю угла, то все системы, которые через нее интегрируются, должны каким-то образом узнавать о изменениях модели. Если мы изменяем модель, все должны быть оповещены, одновременно там раскатать код, который работает с этой базой. Это сложно. Вот как раз вот эти вот эти панибратские отношения между сервисами, они на самом деле усложняют вам много. Кажется, что да, это легко. Мы сейчас опять соберем экспертов, они пофиксят нам модель, а мы, джависты, уже что-нибудь там придумаем. Мы там нагенерируем каких-нибудь DTO-шек, entities, и попробуем все это дело пофиксить, потом разошлем всем интересующимся вот эту модель. Если они на джави будут программировать, если нет, они должны переписать их код. И это позволяет, не то, что позволяет, и это приводит к такому последствию, в котором нарушается принцип bounded контекста. То есть такого ограниченного контекста. То есть ваш сервис начинает наступать на другой сервис, какие-то штуки перетекают из одного, из одной функциональности в другую, из одного сервиса в другой. Понимаете, как я делаю? База данных — это неплохо. Все приложения, множество приложений требует иметь в себе персистентность. То есть возможность сохранения своих данных где-то. То есть если мы рестартуем макросервис, то должны восстановиться. Это нормально, это правильно. И владелец этого макросервиса, он будет отвечать на то, чтобы поддерживать структуру этой базы в определенном виде. и так далее, эволюционировать ее в соответствии с теми требованиями, которые ложатся на сервис. Но, чтобы раздавать данные через базку, это вот не очень хорошо. То есть это вот такой пич в этого слайда, в том, что для изменений, для обновления каких-то там состояний одной системы, чтобы появился в другой системе. Это очень такая плохая идея. Нехорошая, скажем так. Потому что я сказал, там нет хороших, есть нехороший способ взаимодействия. Вы можете сказать, Виктор, ну что ты нам тут сейчас шьешь? Мы же, как бы, мы знаем API, RPC и всякие вот эти штуки. Мы сейчас сделаем, забудем про эти базы данных. Мы уже научились, мы знаем, мы будем делать RPC. Мы будем делать корбу. Шучу. Мы, на самом деле, шутка по поводу RPC. Это же RPC, это когда, типа, сегодняшние дети научились корбу, потому что там много всяких штук, которые тоже уже были в вот эти времена этого кровавого интерпрайза. Что такое RPC для тех, кто пропустил вот это сказочное время? RPC – это такой вот способ взаимодействия, как на лекции, способ межпроцессного взаимодействия, который позволяет вызывать метод удаленного сервиса, как будто этот метод находится в том же самом JVM, что и наша система. Значит, как это выглядит? То есть это совершенно выглядит потрясающе. У вас на клиенте есть какая-то заглушечка, которую вы вызываете в своем коде. Для вас это выглядит, для вашего клиента, для вашего программиста, который пишет, выглядит так, как будто он просто делает вызов какой-то библиотечной функции, а внутри него фреймворк уже оборачивает все дело, производит стерилизацию, отправляет запросы, ждет ответ. Он потенциально, наверное, если это хороший фреймворк, умеет также обрабатывать ошибки, позволяет делать всякие retry потенциально. А может, и не позволяет. Позволяет делать, ну, это уже там всякие крутые штуки, которые пришли из современного времени, которые позволяют нам либо делать и синхронное взаимодействие, синхронное, то есть, например, не сидеть постоянно на этом коле и ждать результата, а может быть, как-нибудь это выполнить в бэкграунде. Но это уже такие сложности, которые были созданы, чтобы победить определенные недостатки. И про недостатки мы сейчас поговорим. Когда вот я сказал, что мы сидим и ждем нашего вот этого ответа, мы можем, если несколько сервисов вызываем, например, нам для того, чтобы запустить нашу систему этого дистанционного обучения, нам нужно получить ответ от HR-системы, нам нужно получить ответ от системы артификаций. Опять же, в мое бордатое время делать все проще. Через базу данных, естественно, но мы это уже проехали. Нормальные пацаны делают все через сервис. Есть сервис артификаций, который позволяет на запрос отдать, там, проверить юзеру, если он подходит, и потом его уже каким-то образом отдать сторонней системе. Уже сторонняя система знает юзера, она уже может сходить в HR-систему, посмотреть список его компетенций, таким образом предоставить курсы какие-то, например, которые были бы с этим делом связаны. Когда мы зависим от множества систем одновременно, мы можем получить ситуацию, при которой падение одного сервиса может привести к падению нашей системы. Это понятно. И когда мы зависим от множества систем, то получается вот это каскадное падение, веерное. Вы можете сказать, Виктор, ну, ядрен батон, научились же это все делать, да? Мы научились у Netflix circuit breaker, да? Мы знаем, что каждый сервис должен иметь возможность этого не допустить и иметь возможность каким-то образом сделать какой-то back-off и делать какой-то локальный state. Это все нормально, да? То есть у нас есть вот из предыдущего шага локальный какой-то баз, когда мы, например, можем попробовать сходить на сторонний сервис, он нам выдал дулю, мы такие, ну, окей, ладно, что у нас, как бы, такой eventual consistency, когда-нибудь он приподнимется, но пока мы закешированы данные из нашей базы данных, мы же хотим стоять, чтобы, как бы, наши-то пуговицы пришиты, да? К пуговицам претензий есть? К пуговицам претензий нет. Напишите в комментариях, если это референс про пуговицы еще имеет смысл. Я просто не знаю, как бы, возраст аудитории и помнят ли они, помнят ли они эти референсы и эти, ну, тогда их не называли мемасы, да? Тогда они назывались просто шутки. Так, значит, как с этим жить? Мы немножечко знаем, есть паттерны, которые позволяют решать проблему каскадного веерного отключения, да? Давайте поговорим про другой еще такой момент. А как мы вообще вот эти системы отлаживаем? Как эти системы вот отлаживать и смотреть, где ошибка произошла? Вот как мы бы это сделали? Зачастую, зачастую ответ очень простой. Трейсинг. Да, распределенный трейсинг – это такой интересный и такой достаточно годный паттерн, который позволяет смотреть. Опять же, это все пришло из вот этого современного мира, когда мейкл-сервисы, когда каскадные веерные падения, и нам нужно понимать, где собака порылась. Но можно на жизнь смотреть же проще, правильно? Мы же программисты, мы же знаем, что мы всегда любую систему можно от дебажа system.out.println, правильно? Поэтому вот в каждой системе у нас присутствует какой-то лог, да? Файл, в который пишутся шаги нашей системы, и вот приблизительно вот так выглядит лог. Все видели лог, наверное, в своей жизни, да? То есть вот что-то типа такого. Но это лог на самом деле там пишет тесты, но тесты тоже пишут, что где-то что-то вот сломалось, видите, там какой-то там timeout exception, да? То есть лог 4G. Вот. Что нам позволяет каким-то образом понять, где, например, наш сервис там поломался? Значит, давайте немножечко подумаем. Какие вот есть эти интересные особенности этого лога? Одной из интересных особенностей этого лога является то, что сообщение там является иммутабельное, то есть неизменяемое, неизменяемое. То есть когда мы записали, мы считаем, что вот что происходит в нашей системе, тут там что-то сломалось, ты звонишь админам, если у вас не DevOps, и говоришь, слушайте, а можно логи посмотреть? То есть лог уже является каким-то образом источником правды, да? Потому что дофига чего происходит в системе, но у нас есть единое место, где все наши функциональные подсистемы пишут этот результат. Еще интересная особенность этого всего в том, что каждая запись этого лога имеет определенный какой-то time stamp, и мы можем иметь какой-то, как по-русски сказать, order, ограниченность, да, или по последовательности мы можем как бы вот эту темпоральную составляющую тоже здесь учесть и понять, что да, действительно, в этом логе, вот в этом всем, а у нас есть последовательность действий, какая-то образ, значит, последовательность и мутабельность, запомните вот эти пару вещей. Соответственно, глядя на лог, мы всегда можем его переиграть, ну, то есть, прочитать сначала до конца и понять, что происходило с системой, то есть, у нас есть вот этот леджер, в котором записана вся история, и есть возможность человеку, который изучающий этот лог, восстановить как бы текущее состояние системы на момент падения, и мы можем знать, ага, вот она в чем дело. То есть, запомните вот эту мысль, пускай она с вами немножечко помаринуется, давайте чуть-чуть поговорим про вот эти самые сообщения, вот эти венты, вот эти события, которые происходят, да. Значит, а что за такие ивенты, да, то есть, это, вот мы сейчас уже не проводим оффлайн-ивенты, а проводим онлайн-ивенты, это такие же самые ивенты. Давайте подумаем. На самом деле, у меня было более дебильное описание в прошлом, там было там shared narrative, that explains business, что-то там, фигня все это. На самом деле, это что-то, что произошло. Да? Все это очень просто. Ивент, вот событие, это вот факт, который произошел. Для моделирования вот этой системы межпроцессного взаимодействия с помощью ивентов, будем опираться на как бы два свойства вот этих ивентов. С одной стороны, это событие может быть каким-то уведомлением, когда мы посылаем это сообщение и говорим, что, дорогой друг, для вас пришла посылка. То есть, когда человек зарегистрировался на курс, ему пришло, должно прийти имейл. Для этого должно появиться сообщение, которое говорит о том, что человек зарегистрировался на курс. И сервис, который должен посылать имейл, должен на это дело среагировать. Также, событие может являться переносчиком изменения состояния. То есть, когда мы говорили про лог, когда я говорил про лог вам, я говорил о том, что если мы его вот процессуем, вот этот вот log4j файл, да, мы его процессуем, и когда мы читаем по шагам, мы всегда в тот момент, когда произошла ошибка, мы в голове в себя имеем представление о том, что же произошло, что же произошло с системой. У нас есть понятие о состоянии системы. Многие события, они могут как раз являться вот этим переносчиком изменения состояния. Ну, еще по-простому это можно объяснить. Это когда, например, вот приходит запрос, там, какой-то там транзакцию, что-то списать и так далее. Она позволяет нам изменять состояние какого-то объекта. То есть, нотификация, которая просто чисто должна поджечь что-то, что должно даже запуститься, и передать состояние, позволяет нам поиметь возможность какие-то данные передавать с этими событиями. Еще они как бы иммутабельны, неизменяемы. Это вот как, например, ну вот, например, у вас есть какое-то общение с вашим любимым человеком, и вы сказали, и вы не правы. Да? То есть, ну вы уже не можете изменить то, что вы сказали. То есть, вы не можете изменить факт того, что вы не правы. Вы должны выпустить еще одно событие, еще один ивент, который принимающая сторона должна процесснуть, и изменить это состояние внутреннее, что там, типа, Витя не прав, на состояние О. А может быть, как бы простить, простить его, все такое. Вот. Поэтому все записи, ну, например, вы можете сказать, ну, мы можем их изменить. Мы можем их изменить. Если вы хакер, вы кулхацкер. Например, взломали сервер, зашли на логи, поменяли логи, все хорошо. Но мы не говорим про эту ситуацию, да? Мы говорим про ситуацию вот этого типового моделирования, когда все события у нас эмммутабельны. Значит, еще таким интересным особенностям вот этой лог-системы является то, что она может быть использована как core-абстракция для построения своего рода новой системы, новой системы, или нового вида систем, которые для обработки данных. Например, вот как у нас в баз данных были таблицы, в Hadoop были файлы, и как раз вот эта концепция лога, она позволила появиться такому продукту, как патч-кавка. Была такая книжка, она до сих пор есть, она доступна в нашем сайте бесплатно. Если кому надо, напишите нам в телеграм-канал, там кто-нибудь скинет. Она легально бесплатно доступна, называется iHeartLogs. То есть я люблю логи. Название кажется дебильное, но если чуть-чуть почитать, она в принципе объяснит состояние вещей, и как вот этот концепт лога можно применить к моделированию системы, как он уже используется в многих системах, и почему вот Kafka использует этот концепт. Ну и тут, естественно, когда мы говорим про лог, мы не можем не использовать мемасик с Арнольдом Шварценекером. Собственно, это как бы так и должно быть. Окей, значит, вот еще раз подытожим. Лог. Что он из себя представляет? Он из себя представляет файл. Опять же, всегда вспоминайте свой лог 4G. Мы всегда пишем в конец файл. Это append-only файл. Мы не меняем структуры. Как мы будем бегать по этому файлу? У него нет паттерна, чтобы доступиться до определенной строчки. Чтобы доступиться до определенной строчки, нам нужно проехаться сначала до конца. Мы должны проехаться с начала файла до того момента, когда нам та ошибка произошла. Как мы логи парстим? Мы там грепаем до того момента, когда встретилась наша строка, как она нам нужна. Такая же история работает, собственно, с Kafka. Это такое немножечко, может быть, затянутое введение во все вот это. То есть немножечко такое издалека. Но это концептуально, чтобы вам в голове прояснить, и вот чтобы у вас была эта идея в голове. Не просто, что Kafka – это месседжинг-система. Я тут твитил недавно мемас один очень смешной по поводу того, что кто-то зашел и крикнул, что Kafka – это месседжинг-система. И тут такое началось. Я потом пришлю вам этот твит. Это лог-система. Это система, которая позволяет захватывать, построена на основе вот этого концепции логи. Как это приклеено к микросервисам? Давайте поговорим. Приклеено это следующим образом. Моя любимая тема, как это, кроме мемасов, еще фильмы. И в своем, собственно, докладе у меня есть там демка, которая использует вот эту концепцию фильмов. Грубо говоря, приходит рейтинг, да, и нам нужно там считать его переменный рейтинг. Вот как мы бы спроектировали систему для подсчета рейтингов там вот в таком ключе. Дайте-ка я вот это отключу. Значит, с браузера приходит реквест. Есть веб-сервис, который записывает это куда-то. Какую-то информацию о... Узер зашел, говорит, о, там, посмотрел тенант. Все, там, 10 из 10, нолан гений, все такое. Пришел кто-то другой, сказал, типа, ничего не понял, там, 2 из 10 и так далее. Это где-то все записывается, все эти сообщения записываются там в какой-то баске этого сервиса. Ну и плюс это еще какое-то сгенерирует событие, которое отправляется на... Ну, куда-то, да, в данном случае, там, Kafka. Это наш как раз система, которая эти события все учитывает. И дальше у нас есть какой-то сервис, который генерирует подсчет вот этих всех результатов, да, среднее арифметическое или среднее, там, какое-нибудь взвешенное, в зависимости от того, какой алгоритм используется. Вот такая приблизительно как бы система существует. Значит, какие здесь недостатки, да? То есть здесь уже, например, не то, что прям вот недостатки, недостатки, да, но есть, например, такой момент, что надо отправлять сообщение. Вот если посмотреть сюда, давайте я сейчас чуть-чуть обведу. Вот это очень частая ситуация, когда мы имеем вот такое вот, да? Напишите нам в комментариях или там поднимите ручку или твитоните нам, если вы коммитите, если вы делаете распределенную транзакцию на базу данных и на кавку, да, то есть нам нужно типа strong consistency и в этом, strong consistency, и в этом случае мы, например, должны сохранить базу данных и отправить сообщение, чтобы другие сервисы тоже заработали. Это вот такой очень частый паттерн, какой я вижу. Люди приходят, кстати, к нам вот тоже в Телеграм-канал и спрашивают, слушайте, а вот как нам такое сделать? Не делайте так. Давайте поговорим, как это бы, например, лучше сделать. Перед тем, как мы это сделаем, еще такой у нас появляется маленький игрок. Ну, естественно, я-то должен продолжать все это дело продавать, и я должен еще продать вам одну идею. На самом деле кавке все равно, что вы туда пишете. И логу все равно, что тут пишете. Если мы говорим, что это log4j, мы пишем туда какие-то стринги, да, и структура этих стрингов может отличаться. Так же, как может отличаться вот этот вот паттерн, когда вот вы конфигурируете свой log4j, каждый вот как ему кайфово, какую информацию ему нужно захватить в этом логе, он пишет специальный там паттерн для своего этого log4j конфигурации. Там может быть захватывать имя потока, класса, строку в этом java-классе, все такое. То есть он определяет какую-то структуру этой записи. Логу все равно, что вы туда запишете. Такая же история с кавкой. Кавке все равно, но не все равно тем, кто будет читать. То есть люди, которые будут изучать этот log потом, они должны понимать, что там происходит. Если мы говорим про современный мир, то в современном мире не java единый. То есть мы можем сказать, ну классы же есть, мы раздадим эти java-классники и все, и все на другой стороне будут дестерилизовывать радость и все хорошо. Да, все хорошо. Во-первых, java-стерилизация не всегда является, всегда не является, не является хорошим способом передачи каких-то наших объектов. Поэтому это факт. Поэтому у нас есть куча других сериализационных форматов, начиная от JSON, который просто чисто тупо упрощает жизнь для того, чтобы не возиться с java, не возиться с ничем, но сохранить такую интересную структуру, которая самоописываемая. JSON-ам недостаток то, что если это жирный JSON, вот эта структура везде повторяется. Нам нужно эту структуру как-то удалить, чтобы уменьшить количество информации, которая ходит по вот этим проводам. Поэтому схема registry здесь является очень важным и очень клевым моментом. Она позволяет создавать схемы, описание наших объектов. И эти описания могут храниться где-то, где будет доступно множество других систем. Так, давайте поговорим, как мы ломаем вот эту линку. То есть, как мы ломаем вот эту часть, которая называется вот здесь вот. То есть, вот эту транзакцию, которую мы здесь хотим, мы ее ломаем. Ломать ее можно несколькими способами. Например, не делать... Здесь это показано как одна часть. На самом деле, это можно делать это... Либо мы отправляем сообщение на Kafka, и потом Kafka, например, может обновлять состояние вот здесь вот каким-то образом в одну сторону, либо мы только пишем в базу данных, и все. Вот это одна транзакция, вот этот наш bounded context. Нам не надо ничего делать никуда. Мы пишем в нашу базу данных. А есть специальный такой компонент, который бежит отдельным там демоном, отдельным процессом, который полит эту базу данных, вынимает из нее все сообщения и отправляет это все дело на Kafka. Таким образом, нам консистенция, у нас она остается достаточно строго, потому что если как бы сообщение от браузера не записалось в базу данных, значит, она никогда не прихотела, правильно? То есть, вот эта задача. Плюс, нам не нужно еще как бы проверять, что сообщение долетело до Kafka. Connect будет ответственен за то, чтобы это сообщение в итоге долетело до Kafka. Оно там ретрается будет, проверять там все это дело, это все может работать в распределенном режиме. То есть, есть два способа. Один способ. Вы пишете в свой локальный state, и не нарушая вот это баундинг контекста, вы позволяете коннектору это дело репликацировать для вас. Либо вы пишете только в Kafka, и потом обратным потоком записываете свою базу данных. Немножко сложнее, но это такая штука, которая имеет место быть. Следующий момент. Следующий момент заключается в том, что нам нужно какой-то лукап делать. То есть, многие говорят, ну вот, например, у меня есть уже существующая базка, и из этой существующей базки мне нужно вытаскивать какие-то там словари, лукапы и так далее. Как это все это сделать? Опять же, коннектом приносим на Kafka, и с помощью фреймворка, например, Kafka Streams, если используется, Kafka Streams умеет делать такую материализацию вот этого словаря из Kafka в вот этот лукап, который может использоваться различными сервисами. Есть возможность сделать лукап глобальный, если это не очень большой, и его можно размазать, он будет реплицирован среди всех нод вот этого Kafka Streams, и будет доступен для процессинга. Последнее, что вы хотите делать, это делать какой-то вот этот лукап и джойн в какую-то третью систему, потому что это будет увеличивать ваш лэтнос, и будет увеличивать проблемами, ну, ваш сервис опять будет зависеть от RPC и все такое. В данном случае ваш сервис будет иметь вот эту локальную баску, которая будет доступна в этом сервисе. Локальные лукапы будут делать. Опять же, реплицируется, сейчас уберу, реплицируется это тоже все через Kafka. Вот этот лукап будет автоматически обновляться с приходом новых изменений, которые будут поститься в наш там топик, да, то есть информация о фильмах, которые, например, наш сервис содержит, она может, если вот мы здесь админ какой-нибудь поменял что-то, она может сюда реплицироваться, и автоматически она будет появляться, обновленная в нашем собственном сервисе. Так как это все происходит в контексте одного приложения, и вот я здесь слово транзакцию использую, но оно на самом деле не совсем правильно его использует. Оно не то, что транзакционно здесь происходит, оно происходит атомарно, да, вроде как бы такая subtle difference, но это есть разница. Ввиду того, как построен фреймворк, ввиду того, как устроена, например, Kafka Streams, у него есть возможность не делать вот эти какие-то локи для того, чтобы обеспечить атомарность операции по определенному ключу, да, то есть там есть модель, модель тасков, это вот типа как гринтреды, да, которые позволяют этим таскам запускать на определенные партиции, таким образом партиция это как бы один из кусочков вот этого лого, один из кусочков топика. И если мы работаем с одной партицией, то никто другой не будет с этим партицией работать, поэтому мы можем делать всякие там клевые джойны и так далее без каких-либо проблем и без боязни того, что где-то кто-то с нами пересечется, да. Плюс, опять же, если мы там приносим connect в игре, вот это вот, я здесь не добавил этот слайд, но на самом деле вот эта же самая распределенная дата, маленькая база данных, которая появляется у вас, она также может обновляться через похожий подход, как называют Change Data Capture, но на самом деле он там больше как это, одна, например, система, одна, один инстанс вот этого сервиса, если это распределенный сервис, что-то дело поменял, и мы можем это все делать, опять же, через гравку, реплицировать на другие сервисы, и это все будет доступно. Плюс, вот этот сервис, вот этот сервис сам по себе становится такой, сам в себе, там есть своя база данных, мы можем поверх нее накрутить какой-то сервис и отдавать результаты этого сервиса напрямую, то есть, например, не надо, чтобы вот этот топик, в котором у нас все фильмы, которые прошли рейтинг, отдавался через кавку, хотя он может, например, мы можем добавить сюда еще один коннектор и этим коннектором пушить в какую-нибудь дашборду, да, которую мы делаем, например, у нас есть какой-нибудь там эластик, какая-нибудь там штука, мы пушим в эластик и потом на дашборде рисуем, да, либо просто делаем дашборду в контексте вот этого определенного приложения. Значит, куда дальше смотреть? Значит, я вам сейчас дал вот такую затравочку, да, что мы попытались сегодня понять, что я попытался вам объяснить, что вот применение вот этих технологий из стриминга, она позволяет немножечко изменить паттерн проектирования текущих мудро-сервисов. Когда мы размазываем и используем какой-то вот этот лог для того, чтобы обменять сообщения, мы можем очень быстро менять нашу систему. Мы меняем наш взгляд на то, как выглядят базы данных, на, то есть мы их использовали, как вот этот, типа мы записали и прочитали. Когда мы сделали из базы данных стрим, да, то есть вот то, что называется популярным термином, вывернуть базу данных наизнанку, да, то есть мы вместо того, чтобы читать из нее напрямую, мы ждем, когда изменения придут, и мы эти изменения выдергиваем, записываем в Kafka. Kafka Connect решает здесь. И, собственно, вот это проектирование системы со синхронностью в уме, оно позволяет не делать каких-то там решений в сторону блокировок и прочее, прочее, прочее. Значит, здесь, как вы видели, нет никаких circuit breaker, как бы сервис будет зависеть от Kafka, он будет зависеть от Kafka, либо есть локальный стейт, локальный стейт, который позволяет сервису не подыхать и позволять отдавать данные, когда нужно, и он позволяет локальный стейт обновляться с помощью вот этих коннекторов из Kafka. Если Kafka упадет, сервис будет продолжать работать, потому что внутри сервиса есть свой локальный стейт, и нам не нужно никакие circuit breaker, нам не нужно никуда ходить за вот этим всем. Более того, вот эта модель, когда у вас есть централизованное место, где вот эти все стримы уже есть, позволяет очень быстро развивать параллельные какие-то дополнительные вещи, которые можно решать. Я об этом сегодня не говорил вообще, но я вот на GFrogus конференции делал доклад, в котором я рассказывал, когда мы проектируем вот эту стриминг-платформу, какие моменты мы можем также отнаследовать и получить это как дополнительный бонус. Например, мы пишем процессинг-систему денег, которая, ну, основная задача, собственно, процессинг денег. Но параллельно с этим, так как данные о процессинге у нас уже есть где-то в Kafka, мы можем поверх него строить какие-то метрики, понимать, например, сколько денег мы запроцессили за последние 5 минут. Также, например, мы можем вот, раз стрим с этими рейтингами у нас лег, мы тоже поверх него можем построить какую-то такую операциональную информацию, которая позволит строить репорт и которая позволит бизнесу более лучше понимать, что, собственно, происходит. Вот этот observability добавлять и такой business-related observability. Я не знаю, насколько это make sense, но вот такая штука присутствует. Immutability, естественно, потому что вещи, они остаются неизменяемыми и позволяют это все дело переигрывать. И множество источников, они становятся унифицированы. Если мы коннектором вытаскиваем данные с разных мест, они представляются в едином виде и будут доступны как стрим всем сервисам, и уже тогда будет легко строить и лукапы, и делать и enrichment стримов, и все такое. Вот. И с помощью, я, опять же, об этом сильно много не говорил, но вот схема registry, она как раз позволяет эволюционировать различным схемам. Схема registry — поддержка присутствия в коннекте, то есть, например, мы можем отнаследовать схему из базы данных, перевернуть ее в схему либо Avro, либо в схему protobuf, либо JSON-схема. Вот эти все вещи, они присутствуют уже здесь. И это уже, например, отдельное место для разговора, мы можем когда-нибудь в будущем еще об этом поговорить. Значит, я сделал такой небольшой воршоп там же, на этой же конференции, и материалы этого воршопа я запостил. Дайте уберу эту картинку, чтобы вы могли сделать скриншот. Нажмите на паузу, сделать скриншот, сходите, посмотрите. Там как раз и коннектор рассматривается, там есть два микросервиса, там есть база данных, мы пишем базу данных, там все это объяснено, там есть объяснялка, что происходит, как мы это процессим, как мы приносим наш lookup в кавку, как мы потом всю эту информацию джойним вместе со стримом из нашей базы данных в то, что мы какой-то там можем получить расширенный, как стейтмент по-русски сказать, банковский стейтмент, как вы говорите. Ну да, типа такого отчета, когда, например, пришли там транзакции, мы посмотрели, откуда они пришли, там добавляют определенную там дополнительную информацию, не просто там вот аккаунт один, добавили столько-то денег. Вот, и, собственно, добро пожаловать в developer.confident.io, очень клевый веб-сайт, мы делаем по туториалам, там уже именно меньше концепции, больше всяких клевых штук, типа там кавка стримы, как программировать джава клиентов, вот это все, все там присутствует, все это очень клево, и я всем очень не рекомендую пойти туда, тоже надо было сделать скриншот, но вы уже, те, кто смотрит записи, тот поймет. Вот, собственно, у меня на сегодня все, я думаю, что мы сможем один вопрос сейчас быстренько рассмотреть, и как это, я упорхну на другой метап, вот, но... Да, значит, я об этом всегда говорю так, что либо все понятно, либо ничего не понятно. Если вы считаете, что это дичь, приходите к нам в канал, Ваня пошарит линку, у нас есть Pro.cav, это вот там, где мы все говорим про кавку по-русски, и там можно спрашивать вопросы, да, то есть там всегда можно прийти, что-то спросить, что-то поделиться, там не только разработка, там есть и operations, много людей приходят с каким-то проблемами, и у нас достаточно, ну, я бы сказал, дружная комьюнити относительно, насколько она может быть в русскоязычной аудитории, но, как бы, никто дураком не обзывает, и люди стараются помочь с определенными вопросами, есть люди со знанием вещей, люди, кто разрабатывает, люди, кто это дело суппортит, поэтому приходите туда, у нас клево, у нас говорят за кавку. Я передаю микрофон Грише, наверное, да, он уже здесь, да, 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 все, да, Ваня, спасибо, что позвал, и если, как бы, будет еще, так сказать, демант, приду, еще что-нибудь расскажу. Да, все, счастливо.